Всем привет! Это утреннее политическое шоу «Кактус» на канале «Навальный лайф». С вами я, Николай Ляскин. Сегодня я буду один. К сожалению, так получилось, что вчера мы договорились с нашим замечательным гостем. Его зовут Никита Кукушкин. Это актер мастерской Кирилла Серебренникова. И вы все, наверное, знаете, по какому поводу мы хотели его пригласить. Обыски в «Гоголь-центре», обыски в квартире Кирилла Серебренникова. Но сегодня утром он сказал, что он не может прийти. Это такой небольшой форс-мажор. Я думаю, что Никита еще будет у нас в студии. И мы с ним поговорим и об обысках, и о репрессиях в искусстве. И вообще о том, в каком состоянии у нас находится сейчас кино, театр. Как это все взаимодействует с государственной машиной. И куда эта государственная машина нас ведет в этом направлении. К «Гоголь-центру» мы обязательно вернемся, Кирилл Серебренников. Но хочу сейчас я вам рассказать про события, которые сегодня, к сожалению, не состоятся. Не состоится большого эпохального открытия московского штаба. С многими из вас мы должны были бы увидеться сегодня вечером. Кто-то бы наблюдал бы эту трансляцию через интернет и радовался за открытие штаба. Что случилось? Позавчера ночью владельцы клубов, с которым у нас был договор подписан, с которым велись долгие-долгие подготовительные работы, взял и опубликовал у себя на странице, тайком опубликовал, что он не хочет с нами взаимодействовать. После этого директор, владелец, учредитель клуба просто перестали брать трубки. Такие, знаете, как мальчишки, которые нашкодили и боятся от мамки получить такое. Ну что же мамка скажет? Наругает. Я очень надеюсь, что им хотя бы стыдно за то, что они сделали, потому что никто им не мешал взять и позвонить, сказать, что вот на нас давят, мы не можем, мы боимся этой репрессивной машины, которая про нам может пройтись катком. Мы, наверное, бы как-то, во-первых, знали заранее, может быть, предприняли какие-то действия, и мы с пониманием относимся к тому, что у нас много людей боится, у нас много людей внутренне опасаются за конкретно свою судьбу, за свою здоровье и за свою карьеру. Вот владельцы клуба Вольта крайне непорядочные люди. Я это могу теперь много где говорить, могу это рассказывать, и не будьте такими, как они. Кстати, я предлагаю тему на сегодня. Вот у нас сегодня гостей нет у меня, и мои самые любимые гости – это вы, зрители, будут сегодня. Давайте мы сегодня попробуем накидать в чат, вот в описании к видео, такие примеры самоцензуры. Вот, может быть, они были с вами, с вашими знакомыми, с какими-то там, просто вашими родственниками. И вы знаете, что вот вроде бы человек должен сделать правильное дело, но опасаясь за какой-то свой, свой какой-то интерес, за свою какую-то выгоду, он не делал правильных вещей и даже, знаете, очень часто промолчал. У меня, кстати, была, ну, только была несколько лет назад встреча с Роланом Быковым. И он, мы с ним говорили, говорили, один раз, был один разговор всего у меня в жизни с ним, и он говорит, Николай, вот самое страшное, что сейчас есть, он тогда мне сказал, это самоцензура. И это касалось чего? Фильма о Ходорковском. Вышел фильм о Ходорковском, и только его кинотеатр осмелился показать этот фильм. Он говорит, Коль, слушай, а никто не звонил, не запрещал, не говорил, не надо показывать этот фильм, у вас будут проблемы. Просто все владельцы кинотеатров в какой-то момент подумали, ну, мы не будем показывать фильм про Ходорковского. Вот то же самое происходит и с владельцами площадок. Я уверен, что не ко всем приходят, не ко всем площадкам Москвы приходят и говорят, ни в коем случае не пускайте Навального. Они просто думают сами, ну, мы не знаем, вдруг что получится, вдруг что не получится. Ни у одного владельца помещений по регионам, за исключением каких-то частных случаев, не возникает серьезных проблем с теми, кто сдает нам помещение под штаб. Не возникает серьезных проблем у людей, которые предоставляют нам площадки для открытия региональных штабов. Люди в основном сами боятся. И вот этот внутренний страх, он живет в каждом из нас. И сможем ли мы его победить или нет? Вот, наверное, это и есть такое наше понимание вообще всего окружающего. Смогли ли мы победить себя? Потому что для того, чтобы победить окружающий мир, самое главное, победить себя. Если человек сможет победить себя, то дальше ему уже под силу любые испытания и любые проблемы он решит. Точно так же мы и решим проблемы с московским штабом. В понедельник московский штаб откроется, будет работать. Я буду всех рад видеть в московском штабе. У нас будет большое количество активности. У нас будет Москва, вот вся Москва с нами. Вся Москва это перед нами, и нам необходимо с ней работать. Нам необходимо показывать, что мы есть, что мы не боимся. И что нас не запугать какими-то там провокациями или внутренним страхом. Поэтому, друзья, с понедельника начинаем работу в Москве. А раз уж нам не дают помещение под открытие, придется провести открытие на свежем воздухе. К тому же и дату уже многие из вас знают. 12 июня мы проведем не просто открытие московского штаба. Мы проведем такое общероссийское открытие разных штабов. 12 июня в центрах ваших городов мы будем встречаться, будем видеть друг друга, будем общаться. И мы обязательно победим. Потому что мы не боимся. В отличие от тех трусливых людей, которые боятся нам сдать либо помещение, либо какое-то оборудование. Ничего, как сказали вчера многие люди, у нас осталось много звука, еще там арендованного, ковролина, ленточек. Мы обязательно сделаем все хорошо. Переходим к теме, которую я анонсировал, ради которой у нас был гость. Сейчас, извините, у нас есть комментарии. Коррупцию провоцирует безнаказанность. Да, на работе было. Хотел написать правду, но условия были таковы, что в эти сроки невозможно было уложиться. А начальство считало себя абсолютно правым. Да, вот так и есть. Боязно поступать правильно, пишет нам нью-президент Раша. Однажды написал на работодателя в прокуратуру. Теперь безработный три года. Работодатели, они такие. Светлана Лукьянова. Очень неправильно, что зажимают со штабом москвичей. Здесь самая большая поддержка Навального. Они офигели противостоять? Да, они офигели. И да, так быть не должно. И да, мы должны с вами изменить это положение. Незаконно не отпустили в учебный отпуск. Хотел подавать в суд, придать все огласки. Однако мне сказали, что в таком случае меня сделают редиской и уволят. Это тоже способ запугать. То есть, я надеюсь, что вас хотя бы отпустили в отпуск. Перейдем к обыскам в Гоголь-центре и обыскам у Кирилла Серебренникова. Вчера эта новость обсуждалась со всех сторон. Это были информационные вбросы. Просто шли одним за другим. За что? По какой статье? Почему? Правда или неправда? Я бы не хотел сейчас касаться сути самого дела. Потому что мы не знаем сейчас ни материалов, мы не знаем ни доводов обвинения, мы не знаем конкретно по каким... Мы не знаем, что и правду обвиняем. Но мы видели, с каким образом проводились эти обыски. Ведь у нас, смотрите, обыски проводились в театре. И теперь даже правоохранительные органы поучаствовали в спектакле. Они всех забаррикадировали в театре. Отключили мобильные телефоны. Лишь через некоторое время выпускали всех в туалет и поесть. То есть ОМОН, Следственный комитет поучаствовали в такой театральной постановке. Ну-ка, мы захватим актеров. Что это было как непостановка? После этого обыски в квартире. Без постановления суда, между прочим. Потому что нам и Кирилл Серебренников был свидетелем по этому делу. Поэтому обыски у свидетеля. Неизвестно. Неизвестно, почему именно у Серебренникова на такого оказывалось давление. Ведь Серебренников один из самых известных и самых талантливых режиссеров в нашей стране. Он известен по всему миру. Он известен в России. Его уважают коллеги, его ученики, ну и просто зрители. И это было очевидно спланировано. Поэтому мы будем следить за всем этим делом. Мы будем следить за тем, как будет дело развиваться. Но что нам надо запомнить? Так как картины нападают на людей, так умеют, наверное, делать только в нашей стране. Возможно. Я уже даже слышал там какие-то конспирологические теории, что это в Минкультуре идет борьба за какие-то там свои потоки денег, за какие-то там, не знаю, места, за театры. Но, возможно, это просто хотят отомстить одному из самых лучших театров Москвы, Гоголь-центру. И мы знаем, что это место, в котором ставятся смелые постановки. Мы знаем, что это место, в котором люди не боятся хотя бы говорить о проблемах. Очень много людей каждый день ходят на спектакли. Очень много людей задумываются о том, что действительно вот эти спектакли очень хорошо показывают нашу, отражают нашу действительность. Сходите опять же на ту же кавку, всем советую. Но кому-то это не нравится. Вчера около Гоголь-центра проходило как раз много разных было там событий, много выступлений. Выступала Чулпан Хаматова с общественным письмом. Но мне, почему мы позвали в гостя, который сейчас, к сожалению, отошел Никита Хукушкина на сегодняшнюю передачу. С ним произошел небольшой инцидент с активистом НТО. Вот я предлагаю посмотреть этот сюжет, и мы посмотрим, как вообще. Вот есть актер, который защищает своего, ну как он говорит, мастера. И есть человек, который просто пришел непонятно зачем. По поводу того, что какой человек, который зовут, фамилия Серебренникова... Мой мастер. Это мой мастер. Да, то, что наконец-то те коррупционные схемы, которые он завязан, они... А эти коррупционные схемы, вы считаете, они предупреждены или что? Да, я считаю, что соответственно комитет достаточно основательный. Они же не даются как-то заявлению. Как же вы можете говорить что-нибудь? Я уже три года говорю о том, что я человек вон. Простите, а можно вам вопрос? Вы православный активист? Да. А как вы считаете, что у вас на руке? То есть, ну вы живете, соответственно... Вы думаете, вы живете, соответственно, православной традицией? Нет. Это болт. Это сам... именно так. Вы хотите защитить этого коррупционера? Это мой мастер. Вас устраивает то, что ваш мастер, как вы называете, ваш господин, то есть, то, что это... Вы... подождите. Господин мастер, да? Правильно означает слово? Мастер господин. Это вы говорите? Нет, мастер это тот, кто тебя учит. Вот, то, что ваш учитель вор. То, что ваш учитель кощунь? Конечно нет. Почему я не могу этого утверждать? Потому что официальных заявлений нет. Как вы можете клеветать на человека? Вопрос. Все вопросы к лестиному комитету. Правильно. До этого у Серебренякова уже был многомиллионный скандал, и сегодня стоит... Правильно, он же разрешился чем-то, правильно? Чем он разрешился? Тем, что вы замяли, а сегодня не замяли. Нет, это называется не замяли, это значит, что, соответственно, никаких официальных заявлений не было. Как же вы можете заявлять? Пап, я могу заявлять, что этот человек вор. Можный к вам вопрос. Вы понимаете, что вы поступляете... Секунду. Вы понимаете, что вы поступаете, ну, как бы, не соответствуете православным традициям? Вы это понимаете? Вы знаете, я соответствую православным традициям, потому что Господь сказал, в горе тому, кто зло называет добром, добро зло. Нет, секунду, вы понимаете, что вы обвиняете человека, при этом в воровстве моих денег бюджетных, тех налогов, которые я оплачу? Нет, секунду, я же вам, еще раз, официальных заявлений нет, как же вы можете? Его подозревают в краже 2 миллиардов рублей. Секунду, подозрение, это не значит, что это, вы сейчас занимаетесь тем, что вы... У меня есть все необходимые основания, говорить, что я человек не только кощуню, что он не только уничтожает русскую культуру. Самое страшное, что... Что этот человек не только на своих спектаклях ставит тем, разыгрывает акты педофилии, гомосексуализма, тем, что он постоянно глумится над русской флословной церковью. И никак, никаким цензурным словом я его критировать не могу за то, что он делал, бадает с русской флословной церковью. Секунду, мы же сейчас говорим не об этом. Вы говорите о другом. Да, мы говорим о том, что он вор. Мы говорим о том, что он вор. А как же можно утверждать это, если никаких официальных заявлений нет? Для того, чтобы... Вы понимаете, что вы сейчас просто... Еще раз, был уже факт воровства им, который был занят. То есть, так же, как было у Тупакова, когда под следствие пошел его заместитель. Секунду, официальных заявлений нет. Вы поступаете... Для того, чтобы преступление было преступлением, не нужны чьи-то заявления. А, то есть, вы просто обвиняете человека огульно? Есть факт о том, что НКО созданное им пилило бюджетные средства. Секунду, огромных размеров. Мне кажется, я все сказал. Дмитрий, да, но вы огульно обвиняете человека. Это не соответствует православным традициям, которые вы проповедуете. Спасибо. Вы можете считать так угодно. Если мы с вами встретимся на Афоне... Защищайте своего мастера. Это мой мастер, да. И любит его всегда. Если мы с вами встретимся на Афоне... Слушайте, а вот эти истории про его оргий с мальчиком, про кокаин, вы тоже в этом участвуете, нет? Знаете, если бы вы... Мне об этом рассказывали разные люди. Знаете, что самое страшное? Вот этой пристрастики к кокаину и к мальчикам. Можно ответить? Серебренним. Можно ответить. Вы об этом слышали? Я думаю о другом. Вы об этом слышали? Я хочу вам ответить. Я думаю, что если бы мы оказались с вами там 2017 лет назад, то вы были бы среди тех людей, которых разгонял Иисус. Я думаю, что в течение какого-то времени... Вы изучаете человека, который глумится над иконами, который глумится над добром и простой священником, который снял фильм ученик и так далее. Мы говорим о другом. Вы поднимаете сейчас другой вопрос. Православный активист Дмитрий Интео. против Кирилла Серебренникова и Гоголь-центра. Где-то мы уже такое видели. В Новосибирск там гейзер. Театр ДОК в Москве. И вот в Новосибирске там есть казаки возмутились. Театр ДОК просто охранители. И у нас там Театр ДОК за последний год сменил три места своих... Места своей дислокации. Надеюсь, на последний месяц он хотя бы закрепится. И вот какие-то... Вот там в Театр ДОК и Гоголь-центр, они вроде бы разные, а очень похожие. И там, и там поднимают острые темы. И там, и там говорят о том, что не все просто в нашем государстве. Кому-то это не нравится. Кто-то хочет держать все в каких-то ежовых рукавицах. Дмитрий Интео никогда не помогает таким негодяям. Хотя ты почему-то замечен, очень часто бываешь за этим. У нас много комментариев про самуцензуру. Это очень хорошо. Пишите еще, я буду это читывать. Евгений Рябухин. А помните, как управы районов заставляли вешать плакаты к праздникам? Все же понимали, что это убого смотрится. Но все вешали. Абсолютно. Я не знаю, как в разных городах, но в Москве всегда была такая... Вот у тебя есть магазин или какое-то у тебя предприятие. Значит, прилегающая территория, твоя зона ответственности. И ты должен повесить плакатик, определенный, который еще выдавали в управе, к празднику. И если на Новый год все сами радостно украшали свои магазины огонечками какими-то, елочками, то вот на праздники, которые заставляли делать это право, это всегда висел какой-нибудь такой стандартный плакат, наклеенный скотчем, который он только какой-то негатив вызывал. Но для чего же это делается, мы все знаем. Потому что ровно эта же управа, ровно в эти же магазины, в день выборов будет приходить и советовать наклеить плакатик с кандидатами, советовать наклеить плакатики, которые будут стимулировать людей голосовать за нужных в управе кандидатов. Поэтому, друзья, я знаю многие магазины, которые отказывались говорить, нет, это мой магазин, это моя частная собственность, я добросовестный предприниматель, плачу все налоги, я что хочу, то и вешаю. И вот тоже ни у кого из этих владельцев не было никаких проблем. Поэтому надо просто не бояться давать отпор этим негодяям, которые все почему-то подумали, что могут диктовать свои условия. Ник Кейн пишет, самоцензура предостаточно на любом предприятии. Все, кто хотят выслужиться, сознательно закрывают глаза на откровенные косяки начальства или бизят перед ними. А честные специалисты вынуждены пахать. Честные специалисты вынуждены пахать в любом случае, потому что они честные, и они пришли на работу работать. Когда кажется нам, что вот эти мелкие, как сказано, мелкие люди, которых лебезят перед начальством, поднимаются по карьерной лестнице, ну это не всегда так. Они как поднимаются, так примерно их и скидывают. Это же начальство с карьерной лестницы, потому что оно не обращает на них внимания. Оно понимает, что это так. Волны по воде. Комментарии к видео. Может начать думать головой, тогда и религия перестанет быть нужной. Я бы тут... Это долгий разговор, который мы каждый раз, когда касается религии, возникает. Я считаю, что надо быть в первую очередь человеком. В первую очередь иметь какие-то внутренние ценности в себя внутри, для себя. И тогда верующий человек, он становится прям истинно верующим. Люди, которые не ходят в церковь, они просто живут по правильным правилам, которые приняты в обществе, и они абсолютно нормально мыслят, и они абсолютно правильно поступают, гораздо лучше, чем многие верующие, которые думают, что главный принцип потом покаяния. Тоже много таких людей, которые говорят, ну, я согрешил, потом покаюсь, ничего страшного не будет. Так что, друзья, переходим к новостям, которые радуют меня. Вчера радовали весь день. Вчера был очень... Мы затронули в начале передачи такие плохие какие-то темы, и то, что у нас перенеслось открытие московского штаба, и обыски в гогольцентре, и вот эту вот самуцензуру. Но самоцензура есть и у злодеев, скажу вам я так. Роснефть отказалась покупать свои дорогущие чайные ложечки и просто, не знаю, какие золоченые икорницы. Только вчера мы с Жорой сидели здесь и обсуждали, что Игорь Иванович Сечину придется в аду мешать пальцем чая за такие чайные ложечки. Но вот она, вот она часть. Может быть, он и здесь, на его будет мешать уже чай своим пальцем, потому что не будет у него больше чайных ложечек за 14 тысяч. Я, конечно, сейчас это говорю и понимаю, что это немного не так, потому что Игорь Иванович Сечин, я думаю, купит себе теперь втихую любые чайные ложечки, просто не будет это опубличивать. Но важный факт, давайте зачитаем его. Роснефть отменила закупку салфетниц по 32 тысячи рублей после критики ФБК. Общая сумма закупок составляла 4,75 миллионов рублей. Отмечается, что поставки должно было осуществлять РДА, с которым закупочная комиссия Аэрокрафт провела переговоры о снижении цен. Поставщик отказался снижать цены. А все мы помним, как еще два дня назад Михаил Леонтьев, пресс-секретарь Роснефти, говорит, цены разумные. Видимо, кто-то там сказал ему, что вы творите, люди, какие разумные цены. И может быть, это Леонтьев как-то потом утром, то есть вечером он мог сказать такое, у него храбрости было побольше. А утром встал, он думает, господи, какие же это разумные цены. Может быть, что-то надо делать не так. И говорит, ну снисьте нам, пожалуйста, стоимость салфетницы. Снисьте нам, пожалуйста, стоимость щипчиков для льда. Компания ему говорит, нет, мы не снизим. И Роснефть будет теперь летать на своем вертолете без икорниц. Как так будет там, непонятно. Любовь, ну еще раз скажу, это большая победа ФБК. Большая победа вас всех, тех людей, которые распространяли видео, которое записал Алексей Навальный. Оно набрало там больше полутора миллионов просмотров там за два дня. и где-то, где-то как-то что-то случилось, кто-то, пробой случился, и люди отменили закупку. Я к чему это говорю? Когда вот вы там думаете, когда я повторяю, распространяйте, шерьте, лайкайте, пишите твиты с хэштегом «кактус». Это же все не просто так. Это наше оружие, на данный момент то, что мы можем делать. Если мы можем это делать сейчас, надо делать. Если мы можем выходить на улицы, надо выходить на улицы. Если мы можем работать в штабах в своих городах, приходите в штабы в своих городах. Любыми доступными нам способами мы должны показывать свое несогласие с этими жуликами и этими икорницами. Любовь Подойчина. Подойницина. Извините, пожалуйста. Очень грустно, что открытия штаба в Москве не будет. Заказала себе наклейки в первый день. Их до сих пор нет. Скоро прибудут. Хотела бы хотя бы в штабе получить. Подождем до понедельника. Приходите в понедельник. Мы с вами пообщаемся. В понедельник там буду я. Получите наклейку. Все, любовь. Приходите ко мне обязательно. Алекс Фа. Роснефть – это государство, в котором из самой дорогой посуды едят настоящие свиньи. Алекс Фа. Я уверен, что в Роснефть есть хорошие люди. Действительно, Роснефть – это огромное количество людей. И там множество. Множество хороших людей, специалистов. Люди, которые работают и не едят из такой посуды. И не размешивают чай ложечкой за 14 тысяч. Это как и в нашем государстве. Какая-то небольшая группа людей дорвалась до власти. Дорвалась до денег. И эксплуатируют всех остальных. Как Сечин эксплуатирует Роснефть, так и властная элита, кооператив «Озеро», «Ротенберги», «Ковальчуки», «Тимчинки» эксплуатируют всю страну. Высасывают деньги. И не надо, наверное, говорить про всех сотрудников Роснефти. Я думаю, что у многих из них не самые большие зарплаты. Но вот Игорь Иванович Сечин себе ни в чем не отказывает. Вторая победа за вчерашний день это было просто шикарно. Многие из вас знают или видели ролик, который записывал Алексей Навальный про мэра Нижнего Новгорода, товарища Корнилина. И мы тогда возмущались. Ну как так можно? Как можно покупать квартиры в Майами? Как можно говорить, что в Нижнем Новгороде какие-то есть проблемы? И вкладывать квартиры в Майами. Потом опять приезжать в Нижний Новгород и говорить, ну вот да, у нас ямы, что же мы будем с этим делать? Мы отвечаем, не воровать. И на что мэр, на что Иван Корнилин говорит, ну я и не ворую, я и все хорошо. Вчерашняя заметка, которая вышла. Иван Корнилин написал в Городскую Думу заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Предполагается, что это заявление будет рассмотрено на заседании Городской Думы. Иван Корнилин сказал, хочу дать дорогу молодым. Очень я надеюсь, что эти молодые будут по-другому себя вести. Ну и я практически уверен, что эта вся заметочка вышла неспроста. Потому что наш юрист, юрист Фонда борьбы с коррупцией, Слава Гемоди, сегодня в 9 утра уже присутствовал на заседании суда по этому делу. Слава был готов разнести Корнилин. Я думаю, что он его разнесет. Я уверен, что Слава после того, как вернется, надо его будет позвать в студию, чтобы с подробным рассказом, как прошел суд. Но не дожидайся сюда. За день до суда мэр города уходит в отставку. Это ли не победа? Вот еще раз повторю эти слова. Да, мы сделали эти вместе. Да, кто-то говорит, распространение видеороликов бесполезно. Обсуждение бесполезно. Нет, друзья, не бесполезно. Я, каждый житель Нижнего Новгорода, посмотрев видео про квартиры их мэра, был возмущен. Я предлагаю посмотреть сейчас как раз ролик Алексея Навального про мэра Корнилина. И да потом мы его обсудим. Что же мог подумать житель Нижнего Новгорода, увидев это? Я беру фамилию мэра Нижнего Новгорода и вбиваю ее в реестр собственников жилья в Майами, штат Флорида. И, пожалуйста, сразу находится некая Альбина Корнилина. О, мы помним это имя. Оно упоминалось в интервью нашего мэра-патриота. Он сообщил, что уже 35 лет счастливо живет в браке с Альбиной Ивановной Корнилиной, с которой у него двое детей и двое внуков. Взрослый сын Николай и дочерина тоже, по словам Корнилина, работают на госслужбе. Мы видим, что Альбина Корнилина 5 декабря 2013 года, ровно три года назад, покупает за 824 тысячи долларов квартиру номер 1908 в жилом комплексе прямо на берегу Атлантического океана. Давайте посмотрим на квартиру повнимательнее. Она вот в этом доме, в самом высоком и на первой линии. 42-этажный жилой комплекс. Ровно в тот день, когда над востоком Украины сбивают малазийский Боинг и уже действительно начинается холодная война с Америкой, Альбина Корнилина покупает за 1 миллион 100 тысяч долларов США еще одну квартиру в Майами в этом же доме. Квартира дороже и, соответственно, больше. Общая площадь 159 квадратных метров. Там также есть две спальни, две ванные комнаты, два балкона и прекрасный вид из окна. Два миллиона долларов. Вот сумма, которая, наверное, возникала в глазах каждого жителя Нижнего Новгорода. Господи, два миллиона долларов из нашего города. У нас нищенские зарплаты, нет ничего, не социалки. Как же он так смог-то накрохоборить? Друзья мои, вот так и смог. Поэтому ни дорог, ни больниц, ни учебных заведений. Поэтому квартиры в Майами, а здесь ямы. Правильное решение, Иван Николаевич, то, что вы решили уйти в отставку, это единственно правильный путь. Хотя нет, есть, наверное, еще более правильный путь. Под суд. Чтобы разобрался суд, следственные органы, как так получилось, что квартира есть, вы были чиновниками, квартира не декларировалась, и откуда вы теперь, куда вы хотите теперь уехать? Теперь же интересно будет, наверное, следить за соцсетями семьи, детей Корнильна. Откуда будут фотографии? Вряд ли из Нижегородского Кремля. Это будут отличные виды, на Майямской побережье, и там, не знаю, будут селфи, бегать ребята будут по песочку. Чтобы этого не допустить, нормальный, в светлой России будущего, конечно же, Иван Николаевич пойдет под суд, хотя бы до разбирательства. Как так получилось? Каким образом появились эти квартиры? Чтобы все жители Нижнего Новгорода могли знать, как их мэр живет. Опять про самоцензуру приходит мне. Собирали подписи за освобождение Дмитрия Богатого. Больше всего поражали комментарии. Мы вне политики. Причем тут политика? Невиновный человек сидит. Это правильный комментарий, но вот этот комментарий мы вне политики, он меня правда потрясает. Можно говорить с кем угодно, с работниками соцсферы, с работниками культуры, со студентами, с врачами, с пенсионерами. И многие из них на вопрос, когда заходит разговор о политике, мы вне политики. Друзья, это неправда. У нас в стране уже не осталось людей, кто бы был вне политики. Каждый человек уже находится внутри политики. Когда вы платите платежку по ЖКХ, вы в политике. Потому что политики придумали вам эти тарифы. И вы не можете на них повлиять никак. И вы не знаете, как они формируются. Потому что вот эти люди, которые сейчас у власти, они сделали такие законы, что вы не можете провести даже честный аудит. Мы в фонде борьбы с коррупцией давно уже разработали законопроект аудит тарифов ЖКХ. Чтобы просто каждый мог посмотреть, как формируются эти тарифы. Но нет же. Нет, не дают провести этот законопроект. И это разве не политика? Когда мы собираемся выйти на митинг и его запрещают по любому поводу. Есть же много митингов. Что это как не политика? Абсолютная политика. Многие жильцы пятиэтажек, мне вот сейчас в свете последних событий заявляют, Николай, мы вне политики. Нам бы вот с жильем разобраться. Ну елки-палки. Как это вы вне политики? Собянин вместе с Путиным приняли решение об этом законе о реновации. Собянин проталкивает этот закон. И даже на митинге, который проходил в Москве, одним из основных требований было в отставку Собянина. Ну как это вне политики? Все мы в политике. И тут самое время вспомнить золотые слова. Если вы не занимаетесь политикой, то политика занимается вами. Так что, мы все в политике, не беспокойтесь. Лучше вы будете как-то влиять на нее, чем она будет решать все за вас. Наталья пишет, я только из ролика узнала, что у нас есть мэр. Это, видимо, жительница Нижнего Новгорода. Вот так во всех городах России мэр, человек, который, в принципе, менеджер, по большому счету. Но есть идеальный пример мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Человек, который участвует в жизни города, участвует в решении проблемы. Он постоянно пишет отчеты у себя в Фейсбуке, как он провел работы, встречи с жителями, какие у него дальнейшие планы, что он хочет сделать. И есть остальные, о которых неизвестно ничего, в том числе и жителям этих городов. И они существуют непонятно зачем. Они существуют просто как прослойка для денег из госбюджета, из регионального бюджета на город. И, конечно же, они себе уверены, что им почему-то за это можно от этого потока денег отщепнуть. практически любой мэр современного российского города должен быть заменен на более эффективного. Ну и, конечно же, это должно быть проведено с помощью выборов. Сейчас мэры городов практически уже у нас с этим проблема, что они не чувствуют ответственности перед людьми. Воруют каждый губер и мэр без исключения, а докопались до парочки избранных. Валите сразу всех тогда. С вашей помощью мы готовы снимать ролики про всех таких мэров, про всех жуликоватых губернаторов. Присылайте информацию нам на черный ящик, мы будем ее анализировать, наш отдел расследований в лице с Жорой проверят все данные. Если это так, то, конечно же, мы будем публиковать обо всех жуликах. Ну, не хватает сил, давайте вместе, давайте пытаться делать эти ролики совместно, то есть, сделайте вы свой ролик про своего мэра, сделайте вы ролики про губернаторов. Если это будут настоящие, правдивые, честные ролики, ну, конечно же, они будут иметь примерно такой же эффект, как и с Иваном Николаевичем, который заставит этих жуликов уходить в отставку. пенсия у инвалидов 12 тысяч. Как человек, который не может ходить, видеть, слышать, должен выживать на такие копейки? Это тяжелый, сложный вопрос. Конечно же, выживать, вот именно выживать, только в нашей, в нашей стране пенсионеры, инвалиды, поставлены на такую награнь выживания. И люди действительно выживают. В богатейшей стране мира люди, которые не имеют возможности работать, выживают. Ну, так не должно быть. Во всех развитых странах по-другому. Мы кто? Мы все-таки стремимся, мы к Европе хотим стремиться? Или мы хотим скатиться в африканские страны, где там в некоторых из них даже пособия примерно как на нашем уровне. Опять нам пишут из Нижнего Новгорода. Кстати, сегодня в Нижнем Новгороде на площади Ленина будет митинг против отмены маршруток. И для Москвы больная тема. Я не знаю, как в Нижнем Новгороде. Для Москвы это расскажу вам про Москву. Кто в Нижнем Новгороде, если вас волнует тема, приходите обязательно. В Москве маршруточки отменили как-то так очень быстренько, аккуратно и под надуманным предлогом. Мне очень нравились маршрутки. Садишься, едешь, быстро доезжаешь. Да, они были не самого лучшего качества. И я бы с радостью относился, если бы их заменили. Что произошло в Москве? Их взяли все и отменили. Потом вернули назад процентов 10-15 и по очень неудобным маршрутам. Ну, происходит это все понятно почему. Сидят люди на Тверской 13 или какой-нибудь в своем департаменте. Перед ними карта Москвы. Ну, такие линии, там, давай здесь маршрутку пустим, здесь. Нет, стерли все. Давай вот так. Вот так, смотри, как красивая картинка получается. И никто же не посоветовался с жителями, никто не посоветовался с местными муниципальными депутатами, никто не подумал о том, как будет лучше для именно жителей районов. Все подумали о том, как будет лучше Дептрансу, все подумали о том, как можно будет на этом навариться. И это у них выходит всегда очень хорошо. Очень они талантливо умеют навариться на том, что придумают какой-то свой новый проект. Дептрансу отдельный привет. Лексутов просто удивительный человек, который очень красиво, очень так, обтекаемо в красивой упаковке впаривает москвичам все то, что выводит их из равновесия. Начинает платных парковок, заканчивая вот этими маршрутками отмененными. И теперь люди ходят не знают как добраться. Многие жители не знают как добраться до больницы, поликлиники или даже до станции метро. Ладен Зильберман. На Ставрополе пенсии у инвалидов 6500 и ни в чем себе не отказывай. Вот только что мы говорили про 12000, а теперь 6500. Это все еще хуже и хуже. Это показывает действительно уровень уровень просто страны. Потому что есть такое правило, что страна смотрится и оценивается по тому, как относятся в ней пенсионерам и инвалидам. У нас относятся именно так. 6500, выживай как хочешь. Александр Попов. Я аспирант ран, молодой ученый, стипендия 6600, общежитие 7600. Это называется бюджетной аспирантурой? Вот смотрите, это же удивительная вещь. У нас аспирантов ран готовят не просто ученых, они готовят волшебников. Он получил 6600 и должен сделать такое действие и получается и 6600, 7600. То есть 7000 должна материализоваться из воздуха. Вот вы все жалуетесь. У нас будут такие, может быть это как Хогвартс, ран. Они будут учить материализовывать деньги. Это все шутки, конечно. Всем аспирантам приходится работать на нескольких работах, чтобы просто выживать. Чтобы заплатить за общежитие, человеку приходится отрываться от научной деятельности. Каких ученых, какое ученое со словами мы можем подготовить, какие ученые могут вырасти, когда они в голове не их научная деятельность, не их проекты, не те вещи, которые они развивают. А помимо всего, что им интересно, они думают, где достать денег. Ну и эти функции когда-то переваривают, они начинают работе уделять больше времени, чтобы выжить, чтобы поесть, чтобы купить себе одежду, чтобы накормить детей, а потом все вокруг удивляются. Что с нашей наукой? Как так получилось, что у нас столько мало ученых? Почему наша наука отстает? Поэтому. Потому что аспирант РАН вынужден работать с утра до вечера, вместо того, чтобы сидеть в лаборатории. Из-за маршруток у нас в городе общественный транспорт деградировал. И теперь, если их отменят, весь город встанет. Маршрутчики это понимают. И ездят, не соблюдая правила. Хамят сплошь и рядом. Да, согласен. Есть такая проблема, что маршруточники сами по себе крайне неаккуратны. И они маршрутки сами не в самом лучшем состоянии. Но это что значит? Это значит, надо поменять сами маршрутки и, возможно, маршруточников из-под выпад верта. и надо их просто заменить. Оставить эти маршруты. Ну, маршрутки не просто так появились. Они появились как частные бизнесы. Люди поняли, какие маршруты выгодны, какие маршруты более востребованы. И теперь они по ним ездят. Ну, пустите вы городские маршрутки. Не знаю, какие-нибудь свои маршрутки, с которыми вы апеллированы. Ну, пустите по этим маршрутам. Сделайте вы что-то хоть чуть-чуть иногда для людей. Не отчаивайтесь, друзья. Большинство во все времена и во всех странах слепо, лениво и пассивно. Тем не менее, мир развивается. Мы победим, потому что у нас есть идея. У кого правда, тот и сильней. Вот так брат-2 входит в наш эфир. Да, да. Вот я начал это говорить про Роснефть и государство, что маленькая кучка жульков захватила все ресурсы и захватила власть. Но это правда. Надо очень твердо каждому из вас понять, что это маленькая кучка. И они по-честному-то очень трусливые. И сейчас они делают свои делишки только из-за того, что много-много людей по всей стороне находятся по одному. Сидят у себя каждый в доме, на кухне разговаривают максимум с друзьями и не думают, ну вот наверное я один во всем моем доме, я один во всем моем районе или там даже в городе небольшом. Нет. Нас миллионы. И миллионы людей, которые понимают. Миллионы людей, которые находятся на грани выживания и они просто понимают, что их грабит государство каждый день. Миллионы людей, которые живут в ветхом жилье и понимают, что в принципе-то они заплатили налоги и хорошо бы, чтобы их дом был нормальный, канализация работала и свет был без перебоев. Миллионы людей, которые заплатили налоги и не понимают, почему медицина в таком ужасном состоянии, почему больницы у нас как будто после войны. И вот нас всех миллионы, когда мы научимся вместе взаимодействовать, когда мы научимся вместе высказывать свои претензии, когда мы все с вами вместе научимся слышать друг друга, видеть друг друга и помогать друг другу, ничего делать не придется. Эти трусливые жулики сами убегут, сами убегут как-либо заранее. Мэр Корнилин такой-то он негодяй, он умный негодяй, он понял, что лучше бы ему уйти. И вот все эти жулики либо как мэр Корнилин сами уйдут уже заранее, либо убегут всем скопом, уже поняв, что люди не хотят терпеть. Опять тема маршруток, смотрю, я зашла хорошо, если у вас есть какие-то еще комментарии, готов буду озвучивать. маршрутки не причина а следствие. Если будет хороший транспорт, маршрутки станут не нужны, пишет нам Вася В. Вася, ты прекрасен, все верно, но даже в Москве никак не могут этот общественный транспорт нормально развить, что стараются, есть неплохие задумки, я скажу честно, что есть, я не готов говорить, что все, они все негодяи, все плохо делают, есть некоторые хорошие задумки, которые рушатся либо на этапе исполнения, либо на недоработках. Мукиман, маршрутки зло для городского транспорта, нужно развивать маршруты трамваев, троллейбусов и больших автобусов. Тут много разговоров, вот я просто вам про Москву скажу, в Москве есть действительно много мест, где трамвай спасал бы, например, Сокольники соединил бы с Богородским, и там постоянные пробки, делаешь выделенку для трамваев, и все, люди сразу все начинают у нас перемещаться, но нет, у нас же не хотят развивать, это же надо сесть, подумать, это же долгое планирование, планирование на несколько лет вперед, учитывать развитие города, учитывать развитие районов, ни у кого из власть имущих, как мне кажется, нет вообще какого-то планирования, горизонта планирования хотя бы на пять лет, все они живут год максимум, все они живут от бюджета до бюджета, у них вот бюджет пришел, они думают, так бюджет пришел, сейчас мы его как-то освоим быстренько и решим, что с ним делать, год, что-то с этим бюджетом ковыряются, такой раз, фу, год прошел, ну-ка новый бюджет, они живут от бюджета до бюджета и о никаком там большом стратегическом планировании речь не идет, причем мне кажется, это даже на государственном уровне, чем выше, тем хуже горизонт планирования. Города деградируют из-за того, что каждый дурак везет свою пятую точку в офис на своей машине, потому что общественный транспорт это для нищих, думают современные России. Вот это тоже такое очень широкое мнение, что все должны ездить на общественном транспорте, да с радостью. Я по центру Москвы практически все время передвигаюсь на метро, но живу я на окраине, чтобы попасть мне в центр Москвы, это непростая задача по разным моментам. Я сейчас утром приезжаю на эфир, еду практически без пробок, но многие люди не могут нормально добраться до своего места работы. Метро Выхино, давно ли вы были в нем? Можно упасть с перрона, когда там люди собираются и начинают толкаться, пытаются залезть в вагон. Ну, страшно. Если будет правильно, нормальный общественный транспорт, я думаю, многие люди пересядут с автомобилей на общественный транспорт. И этого все верно. Владимир Шаганов Работаю в медицине, зарабатываю 12-13 тысяч на ставку. Это к разговору про программный пункт компании Алексея Навального про минимальную зарплату 25 тысяч. Вы почитайте, это очень верно, и 25 тысяч рублей в месяц минимальная зарплата, которая должна быть в нашей стране. И там подробно описано, почему это возможно, и как этого добиться. И это абсолютно реально. Не надо давить на жалость за счет инвалидов. У нас в стране работающие получают такую зарплату. Чуть что инвалиды, пенсионеры, всем надо хорошие зарплаты и пособия. Только что я сказал, все верно. У нас люди работают все время, работают целыми днями, а в конечном итоге они выживают. В конечном итоге они думают, смогут ли телевизор. То есть покупка телевизора это действительно событие для многих семей. И это для работающих семей. То есть там где муж и жена работают просто на полном рабочем дне. Ну разве это нормально? В Перми микрорайон Висим не ходит общественный транспорт. Слишком крутой подъем в гору и узкая дорога. В прошлом году власти пытались запретить маршрутки. Жители отстояли. ну наверное мне кажется жители сказали они очень крутой подъем в гору они живут на горе. Скажут что если вы нам запретите маршрутки мы просто начнем скатывать туда весь наш хлам какой с горы. Я надеюсь что администрация находится под горой. Вот зачем нам это все. Такое землетрясение и такая облавина. Я верю что скоро все наладится пишет нам Ольга Ревенко. Если не в 2018 то скорым временем. Как сказал мой друг скоро вырастет поколение которое вообще не в курсе что можно терпеть коррупцию. Открою вам секрет. Оно уже выросло и оно уже нам набрало полные легкие воздуха. Но наша задача постоянно говорить о том что это плохо. Наша задача постоянно самим себе говорить что не должно быть что не должно это коррупция процветать и что это не норма. Это и молодежи и взрослых и среднего возраста. Нет возрастов. Есть то что внутри. Нет людей которые думали по-другому. Есть люди которые обманывают себя и думают что наверное так делают все. Как только каждый задумается что наверное так делают не все а так делаю лично я то многое изменится. Нам надо внимательнее и критично относиться к себе лично. Если это сделает каждый то тогда никаких поколений ждать не придется и никаких знамений ждать не придется. Все изменится само собой. Сдержинске в прошлом году полностью упразднили трамваи мол невыгодно их содержать. Общая тема у нас в городе сократили количество автобусов за город а маршрутки туда вообще никогда не ходили. Куча недовольных людей но нам все равно. К сожалению не знаю про какой город пишется но тема прямо общая. Лариса Галеева Челябинск в городе миллионский городской общественный транспорт просто мертв его нет. на маршрутках передвигаться крайне опасно. Уже не единожды не единожды газовые баллоны в центре города на ходу отваливались. Ну это ужас какой-то который показывает нам что городские власти не хотят ничего делать частники понимают что выгоду они получат в любом случае и не развиваются убийство мелкого среднего бизнеса и полное пренебрежительство и попустительство городских властей вот приводит к таким проблемам и коллапсам у меня есть для вас одна новость которую я не могу не прочитать у нас осталось совсем мало времени но я вот это знаете есть у нас новость безумной новости в Сыктывкаре прошел семинар для студентов во время которого сотрудник РПЦ посоветовал ребятам не смотреть известный мультик Аладдин по мнению религиоведа Романа Силантьева мультик может повлиять на восприятие молодежи из-за чего они станут членами террористической организации ИГИЛ по мнению сейчас скажу как у нас Романа Силантьева мультик Аладдин может привить людям любовь к ИГИЛ что в голове этого человека у нас же есть еще что Али Бабай 40 разбойников надо срочно запретить сказку Хаджан Асредин это вообще мне кажется рассадник какого-то безумия рассадник каких-то плетворных мыслей он обманывает во-первых Шаха во-вторых он скорее всего носит там какие-нибудь шаровары и это не просто там террорист а террорист который подрывает устои всего государственного строя ну вот идиотизм то надо хоть чуть-чуть то принижать чуть-чуть надо сбавлять эту вот шкалу идиотизма во всех этих вот структурах ну как можно там запрещать мультик Аладдин я вот не знаю там какие у нас еще я могу забыть у нас Алибаба 40 разбойников Хаджанов Средин что еще у нас может вызывать терроризм я у нас осталось совсем немного времени тоже готов это все прочитать пока пока прочитаю ваши комментарии по поводу транспорта просто у нас сколько-то Хаттаб еще отменить да вот он Абдурахман Ибн Хаттаб пришел и сделал Пашке воле мороженое и что же это будет возможно старый террорист пытался подкупить русского пионера это куда мы придем то с таким то делами а может быть все неудачи нашей футбольной сборной пошли от Хаттабыча все же мы помним этот знаменательный матч когда мечи не попадали в стойки ворот и когда штанги двигались может быть тогда еще проклятие начало действовать и не отпускает нашу сборную до сих пор елки вот он вот он это вот корни корни всех проблем мы можем найти кстати сейчас в этом Хаттабыче и правда чего к Каладину то пристали у него чего лампа была и джин а у Хаттабыча борода борода это нам пишут Симбат мореход Симбат мореход это Тысяча и одна ночь вот мне вот смотрите а Тысяча и одна ночь это же кладезь это сказки а что же Тысяча и одна ночь Шахерезада которая пыталась обмануть мужика она не давала ему убить себя и рассказывала ему сказки вот сейчас нападут на меня все скажут что ты пропагандируешь но может быть от этого пошло что женщины нам женщины начали управлять мужиками или мужики хотят убить женщин и сказки эти все друг для друга но нет я уверен Хаттабыч Хаттабыч корень всех бед но это конечно шутка шутка в том заключается что корень всех бед это нехорошие люди которые нас окружают и глупые люди которые вот читать такие лекции глупые люди которые пытаются ну как РПЦ в Челябинске попросила прокуратуру проверить сатанинский фестиваль красок праздник холли ребята кидаются друг в друга пищевыми красками несколько лет назад в Москве такой праздник разгоняли ОМОНом бедные ребята и девчонки не понимали что они сделали они кидали друг в друга красками и теперь в Челябинске РПЦ просит запретить этот же праздник ну куда мы идем то ну действительно какой-то уже мрачное средневековье какой-то православный талибан ну это какие-то рамки должны же быть этому всему здесь хотят люди покидаться красками друг в друга и не мешать при этом прохожим они обычно делают на каких-то закрытых территориях пусть они делают пусть веселятся друзья наше время подошло к концу и хотабыч нам не помог растянуть этот час спасибо вам смотрите нас каждое утро на канале Навальный лайф утреннее политическое шоу кактус подписывайтесь ставьте лайки распространяйтесь среди жильцов ЖЭКа бабушкам знакомым увидимся завтра всем пока субтитры